Вода не затягивает, огонь не обжигает, а исцеляет. Если пойти в лес и найти цветущий папоротник, то получишь волшебную силу и сможешь найти клад. В это верили наши предки. Сегодня День Ивана Купала отмечают больше как праздник единения славян. Именно поэтому в станице Когольницкой такой вечер на берегу. На сегодняшний день национальная культурная автономия белорусов в Ростовской области совместно с администрацией Когольницкого района проводят праздник Купаловское лето на Дону четвертый год подряд. Не случайно мы выбрали вот этот живописный уголок, где сплетается казачья культура и белорусская культура. Я не знаю, куда в йон положить. Я не знаю, куда в йон положить. Народные песни, пестрые хороводы, рисковые забавы. Языческие корни братьев-славян переплелись тысячелетия назад. Здесь это сразу понятно. Пока вокалисты из Донецка поют на сцене, казаки удивляют угощением. На нашем столе представлены пироги, картошка. То есть все то, что было использовано казаками на праздничных столах. Современным невестам плести венок не обязательно. На праздники их раздавали всем желающим. Те, что сложнее в изготовлении, продавали. По традиции венок бросают в реку и загадывают желания. Самое популярное из которых – встретить суженого. У некоторых оно сбывалось тут же, в Малиновском ЗАГСе, регистрации пар на вечер. Рядом старательно украшенные курени. Гостей встречают песнями и танцами. Ведь купала любит порядок и помогает только тем, кто соблюдает все традиции. Мы готовимся, мы ждем, столы накрываем, наряды шьем. Конкурсы, концерты, хороводы здесь на каждом шагу. Этот вечер в Когольницкой становится еще и своеобразным фестивалем народных коллективов. Мы имеем возможность познакомиться с творчеством замечательных ансамблей, которые приехали сюда из разных районов. Не только Когольницкий, здесь и Зерноградский, и Тацинский, и Веселовский. Кто-то верит в чудо, кто-то ждет от языческого бога плодородия Ивана Купала прибыли. Но прежде всего это праздник лета. Возможность встретиться и повеселиться до утра. Валентина Колесникова, Станислав Фоменко. На Дону. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова